Динамо Организация грамотного боления и отстаивание прав там, где они, так сказать, где-то там ущемляются, где-то внимание на должном уровне не уделяется. Соответственно, мы, делая официальную общественную организацию, уже на правом уровне будем поднимать эти вопросы и отстаивать права динамских болельщиков. В Петровский парк официально объединится под бело-голубым флагом съехались представители динамовских движений из 15 городов России. На конференции устав Центральной Совета и руководителя нововоспеченной структуры утверждали делегаты из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Барнаула, Ставрополя, Брянска, Калуги, Тула, Иваново, Рязани, Орла, Костромы, Кирова, Вологда и Владимира. В качестве гостей на мероприятии присутствовали и прославленные ветераны бело-голубых, которым идея создания организации пришлась по душе. Что касается учредительной конференции, я думаю, что она необходима. Она необходима для того, чтобы ряды болельщиков еще больше, так сказать, были объединены, сплочены. Потому что, я вам скажу с самого начала, еще вот в 60-е годы всегда говорили, что на двух динамусов, 4 армейцев и 10 спартаковцев. Вот такая пропорция примерно в вашей среде. Но, несмотря на такое, может быть, небольшое, вернее, даже можно сказать, большая разница, я думаю, что динамовские болельщики всегда были самыми интеллигентными, самыми справедливыми болельщиками. Я думаю, что вот это нужно им прививать. Все решения, касаемые учреждения организации, делегаты конференции, принимали единогласно, демонстрируя единство уже с первого, по сути, дня работы столь важной динамовской структуры. Ячейки динамовские появляются не только там, где существуют футбольные команды Динамо. Это Брянск, Вологда, Киров, Барнаул, Ставропы, но и там, где их нету, этих динамовских команд. Я надеюсь, что со временем, со временем, к этой организации, к межрегиональной, присоединятся и другие регионы России, и что послужит популяризацией не только футбольного клуба динамовских наших, но и вообще в целом всех спортивных клубов и хоккейного, и волейбольного, и баскетбольного, и всех тех видов спорта, которые существуют в системе общества Динамо, их 28 видов спорта. И надеюсь, что и развитие в регионах эти виды спорта будут получать. На конференции обсуждались не только организационные моменты. На ней еще раз был поднят вопрос, который волновал всех динамовских болельщиков последние дни. Вопрос о строительстве стадиона в Петровском парке. Все точки над и расставили зампред Центрального совета общества Динамо Геннадий Соловьев и президент Всероссийского общества болельщиков, а также член Центрального совета новоиспеченной динамовской организации Александр Шпрыгин. Много проблем, вы знаете, у нас с футбольным клубом было. И что бы там ни думали, как бы ни говорили, но Центральный совет Динамо, я думаю, все динамовцы благодарны Путину за то, что он в трудный момент поддержал команду, поддержал Центральный совет. И теперь вместе с ВТБ, вы знаете, реконструируется вообще в целом Петровский парк. И скоро, как говорится, мы надеемся, что под свое крыло, под своей крышей соберется не только футбольная команда на своем стадионе, но и хоккейная, и волейбольная, и баскетбольная. Думаю, появятся и гонбольная команда у нас. И тогда все будет здесь вот сконцентрировано. И это место, оно будем, так, намоленное. Это первый стадион Советского Союза, который был здесь. И все это дело восстановится. По поводу стадиона, вот были там на прошлый день определенные волнения, переживания, скажем так, болельщиков, потому что там правительство Москвы подписало необходимые бумаги, документы, и после этого реконструкция началась, и было там много недопониманий. Мы встречались с представителями ВТБ-арена, кто основными являются застройщиками. В принципе, вчера на сайте «Динамру» там они изложили, ребята, я думаю, что у нас в любом случае стадион будет, как мы разговаривали, что и стен на западной трибуне вообще не тронут стадион, остальные трибуны восстановятся в историческом виде, и сохранить стадион свое название, центральный стадион «Динамо», и самый театральный тот факт, что он не где-то там будет за МКАДом, например, или в Химках, как предрекали, что «Динамо» будет всегда играть, я думаю, что новому стадиону быть, и хотя я хочу сказать, что вот я очень много лет общаюсь с представителями футбольного клуба, центральный стадион, ситуацию немножко изнутри знаю, еще пять лет назад на самом деле ситуация у клуба была печальная, и на клубе висели большие там балансовые долги, и могла постить любая судьба, да, посмотрите, там торпеда, исторически прославленная команда, где она сейчас есть, уже особо никто не вспоминает, что была, теоретически могла быть истинная, и здесь вот с Геннадьем Галевичем соглашусь, о том, что надо, может быть, там слава и благодарность сейчас не могут, там, в сфере предвыборной ситуации, там белые ленточки некоторые одевают там люди, но тем не менее поблагодарить Владимира Владимировича Путина за то, что, скажем так, и благодаря его участию и Банк ВТБ, сильный партнер пришел для спорта общества, и то, что все-таки стадион будет, стадион, который, я думаю, что у нас будет самый лучший в мире. Проблемы болельщиков динамовских команд из регионов новой организации только предстоит решать. Поле для деятельности здесь предостаточно. Вопросы, к примеру, представителей Барнаульского Динамо самые насущные. Стадион Динамо в центре города превратили просто в рынок. И когда клубу нужно получать лицензию, которую перед началом чемпионата все получают, рынок быстренько как бы вывозится на пару дней со стадиона, загоняют солдат, которые быстро все красят, приезжает комиссия, показывают стадион, уезжает комиссия, на следующий день опять этот рынок полностью опять заезжает, и запах селедки, мясо постоянно от этого стадиона исходит. Создание этой организации дает нам возможность скажем так влиять на ситуацию в регионах из Москвы, то есть свою руку в Москве иметь, и влиять на эту ситуацию, потому что другого пути нет. Сколько мы не ходили, не обращались к руководству края, к председателю Крайспорткомитета, к губернатору, сплошные обещания. Как видим, работа и Динамовской межрегиональной организации предстоит много. Первый большой шаг уже сделан. Будем надеяться, что симбиоз деятельности болельщиков и спортсменов позволит Динамо быть главным флагманом отечественного спорта. Вы знаете, как в венчальной церемонии говорят, и в горе, и в радости, пока смерть не разлучит нас. Именно поэтому, наверное, родился и прекрасный лозунг болельщиков Динамо «Одна жизнь, одна команда». Чем лучше играет команда, тем больше у нее болельщиков. Чем больше болельщиков поддерживают команду, тем лучше она играет. Все в этой жизни взаимосвязано. Я надеюсь, что создание организации сегодняшней будет способствовать тому, что число болельщиков Динамо будет постоянно расти. А мы, в свою очередь, будем стараться своей игрой доставлять вам нравится. Вместе мы силы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok